добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о неверных представлениях и пониманиях мужественности еще одно на мой взгляд неправильное представление о мужественности это то что мужчина это человек заслуживший называться мужчиной какие-то заслуги достижения перед оценивающей стороной каждый из нас так или иначе оценивают других людей и когда тебя оценивают и мы говорим о мужественности то на нас смотрят и у них есть определенные критерии оценки и они не всегда объективны они не всегда объективны особенно когда мы говорим о том что это делают допустим женщин мужчина оценивать мужчину вполне может это как знаете бороться до сегодняшнего дня не существует соревнований где мужчины боролись вы женщинами в одном единоборстве обязательно разделяется по половому признаку и то же самое происходит когда мы оцениваем друг друга когда мы смотрим насколько ты мужчина и мы смотрим насколько ты заслужил вообще называться мужчиной насколько твои поступки тебя определяют насколько ты правильно поступаешь с моей точки зрения насколько у тебя правильная жизнь насколько у тебя правильные жизненные критерии понимания бытия и так далее насколько ты много денег приносишь насколько ты совершаешь подвиги ради того или другого если у тебя какие-то медальки. Мы оцениваем. И, во-первых, такого рода оценка никогда не может быть объективной. Но с другой стороны, вот это понимание навязано сегодня нам, и глядя друг на друга, мы обязательно оцениваем. Мы встречаемся, и если вы помните знаменитую пословицу «встречают по одежке», мы начинаем смотреть, как человек одет, насколько его одежда добротная, дорогая. Мы оцениваем его положение. И мы, встречая мужчин, мы оцениваем их заслуги. Мы говорим, ой, это достойный человек. Этот человек достоин нашего уважения, потому что он сделал то-то, то-то и то-то. Знаете, я недавно смотрел одну программу, и она меня потрясла тем, что одного очень заслуженного человека, человека, который спас не одну жизнь. Человека, который был потрясающим врачом. Он был человеком, который очень много сделал для людей. Я даже представить себе не могу, чтобы, знаете, сказать, насколько это заслуженный вообще человек. Но когда он умер, одна из его пациенток в интервью, которое я смотрел, она сказала, он был потрясающий врач, это был просто супердоктор. Ну, это была просто сволочь. Человек, который домогался своих пациентов, человек, который брал с них деньги, человек, который мог шантажировать своих пациентов. И это подводная часть. Заслуги, но они не показали, что он настоящий мужчина, настоящий джентльмен, настоящий человек. Заслуги перед другими людьми часто бывают банально простым лицемерием и совершенно ни о чем не говорят.